Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Мейендерт Габема. Голландская школа «Водяная мельница». Габема уступает своему земляку, другу и учителю, якобы Рюис Дален в тонкости восприятия впечатления и в богатстве фантазии. Но достоин удивления, как мастер наблюдать и воспроизводить кистью природу во всей правде и величественной простоте. Он неприхотлив при выборе мотивов. Их доставляет ему ближайшие окрестности Амстердама. И нередко один и тот же мотив повторялся в нескольких его картинах, лишь с незначительными изменениями. Принадлежащий Амстердамскому музею пейзажа Габемы «Водяная мельница» представляет уголок природы соседствий с родным городом художника. Уголок, в котором он особенно любил писать свои этюды. Из сохранившихся картин Габемы около десяти изображает ту же самую мельницу почти с теми же деревьями и кустами вокруг нее. Но живописец каждый раз немного переменял точку зрения, бросал над предметы другое освещение. И каждый раз получалась совершенно новая картина. Так что лишь внимательно сравнивая такие пейзажи, убеждаешься, что все это сущности виды одной и той же местности, вариации одного и того же простого мотива. Зоркий глаз художника, подмечавший мельчайшую перемену впечатления, возбуждаемого природой, и чрезвычайно верно схватывающий, чтобы переносить в картину освещение того или другого времени дня, давал ему возможность создавать, не прибегая к каким-либо прекрасам, каждый раз произведение оригинальное и крайне интересное. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства». Картины знаменитых мастеров художественной репродукции в фотографировах Бодей Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа.